Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии в мой адрес. Пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. А сейчас давайте сделаем такой распад на крестового короля. Кому он отдаст свое сердце, кого он любит и кому он отдаст свое сердце, посмотрите, девочки. Давайте сделаем диагностику и узнаем, что у него было, что есть, что будет. С кем у него были отношения в прошлом, сейчас, с кем он находится в данный момент. И что у него будет в скором будущем, с кем он хочет быть и кому он отдаст свое сердце. Крестовый король находится в прошлом, его душа находится в прошлом. Здесь у него были встречи, надежды, планы с Бубновой дамой. С Бубновой дамой он встречался, чувства не очень были такие любовного характера, был какой-то немножко печальный, холодный Бубновой дамой, но все-таки интересовался, надеялся. Здесь черновый интерес у него был закрытый, она была ему неинтересна в прошлом. В прошлом он неожиданно начал встречаться с Бубновой дамой и хлопотал. В настоящее время, сейчас также особо с черновой дамой нет общения, тут поругались. Я вижу, и закрыл отношения к черновой даме. Дама очень холодная, сидит спокойно. Крестовый король с ним поругался. Но так будет недолго. Здесь он придет опять-таки к черновой даме навстречу, на свидание. Желание у него, надежда есть к черновой даме, даже считает ее очень благородной дамой. Ну и здесь он что-то переживает за свою работу, переживает, ударяется, что-то боится потерять свою работу. Ну и в скором будущем здесь он будет думать о черновой даме полностью, о ее жизни. Он хочет знать все, что касается черновой дамы, будет хлопотать, общаться, встречаться почаще будет, говорить теплые слова будет. Также здесь он захочет и свидание с бубновой дамой из прошлого. Ну и он все-таки на нее разозлится и сделает ее пусто. На ее любовь, может, придет такая, не знаю, как и сказать, он на нее будет злиться и пусто сделает. Может быть, будет новая дама, очень высокомерная девушка, и он разозлится за нее и пусто сделает. Это была диагностика. Узнали хаотическую престола короля, на которого будем смотреть. Итак, кому же он отдаст свое сердце, посмотрим сегодня. Короли приходят разные. Это не один король, девочки, это мы уже знаем, поэтому, что совпадает, можете отсюда взять, но не все, потому что все не может совпасть стопроцентно, редко бывает так. Загадывайте себя червовой дамой, ваш мужчина крестовый король, а бубновая дама будет ваша соперница. Под сердце у него свои желания, свои надежды, планы, интерес к червовой даме, девочки. В голове, в мыслях, на пороге, что было, что будет. В голове, в мыслях он думает, о червовой даме он вспоминает, думает, как они расстались, он об этом просто вспоминает. В голове, в мыслях это. Так, здесь он не хочет с ней разговаривать, встречаться, видеться не хочет. Так, по прошлому здесь у него была действительно любовь к бубновой даме, были. Ну, также он и думал о червовой даме, у него было желание повстречаться с червовой дамой. Что будет в скором будущем? В скором будущем вся червовая масть, ее жизнь, ее разговоры, встречи, общения. Так, здесь он в прошлом хлопотал к бубновой даме, к ее жизни он хлопотал, иногда он разочаровывался, но все-таки ходил, девочки. Были общения, разлился он, выпивал, наверное, от злости, от бубновой дамы. Может быть, дама магичила на него, девочки, чтобы он шел к ней, чтобы общался, встречи были, чтобы продолжали встречи еще надолго. В скором будущем здесь у него будет крупный скандал с бубновой дамой. Дама надеется, в будущем она придет, а он с ней поругается и закроет встречи. В будущем он мечтает быть с червовой дамой, он думает о ее жизни, что она говорит, что она делает, куда ходит. Он хочет все знать о червовой даме. Здесь они по судьбе, но сейчас их не судьбоносные карты как-то перевернуты, ну а так они по судьбе здесь. В будущем здесь бубновая дама, как и вышла диагностика, так же она будет интересоваться, есть ли встречи у червовой дамы с крестовым королем. Да, вот она будет интересоваться, есть ли у них встречи, встречаются ли они еще. На сердце он интересуется червовой дамой, хлопоты червовой даме, встречи, свидания с червовой дамой. Ну и он думает и о работе, тоже он думает. Думает и о работе, о его жизни, о делах, все он думает. Христовый король на сердце, у него интерес червовой даме, хлопоты, встречи, свидания. Ну и они тут показывают по судьбе, и он интересуется не просто так посвечаться и бросить, а просто жить с ней он хочет. И они по судьбе, девочки. Ну давайте дальше будем смотреть. Сейчас мы узнали, что крестовый король полностью хочет быть с червовой дамой в будущем. И на сердце, и под сердцем он думает о червовой даме, девочки, о вас. Карты, которые не вошли в расклад, посмотрим. Здесь в прошлом он хлопотал об новой даме. Червовую даму он особо не замечал, но она ему нравилась в прошлом. Ну и он надеялся, что все-таки встречи у них будет. Ну так и случилось. У него было желание увидеть червовую даму, но пока он не спешил, но думал о ней. Так, теперь посмотрим. Теперь посмотрим, что же будет дальше. Какие шаги, какие действия. Бубновый, червовый. Что будет делать? Дальше посмотрим. Смотрите, какие карты две негативные прямо вместе. Да, через бубновую даму. Она с любовью позвонила куда-то и сделала магию. Нашему королю. Чтобы у него был удар червовой даме, чтобы у них ничего не получилось, она сделала вот такое магическое действие. Магические действия. Здесь у него будет разговор с червовой и с бубновой. Здесь он не любит бубновую даму, она это знает, поэтому маячит. Злится он будет на бубновую даму. Сам себя будет ругать, что у него было желание к бубновой даме. Ну и начнет он свои действия к червовой даме. Будет думать о встрече, о свидании. Ну а с новой дамой хочет он расстаться, он с ней разочаровался и не хочет быть с ней. И вот у него желание, надежда есть на червовую даму. Неожиданно какие-то большие деньги он получит. Может быть, с работы получит. Так, здесь он хочет встречи с червовой дамой, но пока что-то у него не получается или пока не спешит, но все-таки будет встреча. Здесь какой-то звонок с казенного места получит. И после этого звонка он идет прямо с надеждой, с интересом червовой даме. Здесь он очень разочаровался бубновой даме, делает ее пусто. Встречи свидания он хочет закрыться с бубновой дамой. У червового дамы выскакивает. Так, с кем же свидание будет у него? С новой дамой. Новая дама сама будет хлопотать. Что его удивит? Удивит, что она идет к нему с интересом. Что его одиночит? Так, его одиночит, что он никак не может с червовой дамой связаться на свидание, на встречи. Что его тревожит? Тревожит, интересуется он червовой дамой. Что его порадует? Его порадует, что неожиданно будет встреча. Чем успокаивается? Может быть, выпивка будет. После встречи с червовой дамой пойдет немножко, выпьет. Все-таки встреча состоится у них. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем успокоиться. Для него, для нашего короля. Думает он, девочки, о работе думает, о казенном доме думает, печалится, боится потерять работу. Для дома, в доме сидит, думает, страдает о червовой даме. Прямо душевно переживает. На сердце тоже. Что-то он боится, что в будущем что-то будет насчет работы, что-то не так будет, боится. Что было? Было у него звонки, встречи, свидания, надежды, планы с новой дамой. Что будет? Здесь все-таки будет встреча с червовой дамой. Ну и так же новая дама будет хлопотать. Чем успокаивается? Пустыми хлопотами. Для него думает он, думает, что он хочет поговорить в казенном доме. Какие-то проблемы он хочет поговорить с кем-то в казенном месте. Для дома. Для дома думает о деньгах, деньги нужны. Деньги, наверное, у него заканчиваются, нужны деньги. И думает он о червовой даме. Интересуется, о встрече думает. На сердце. На сердце есть желания, какие-то желания, надежды, какие-то планы есть насчет, насчет опять-таки работы, его жизни. Что-то тут не так. Он хочет что-то исправлять, что-то сделать. Были у него свидания, встречи с бубновой дамой. Надежды какие-то были, переписки, звонки были. Что будет? Здесь он хочет встретиться с червовой дамой. Бубновая дама будет хлопотать, а он будет злиться. Ну и чем он успокаивается? Успокоится, что он поругается с бубновой дамой. И хочет сделать ее пусто, ее любовь, ее дороги. И он хочет пойти к червовой даме поговорить. Ну и чем это все закончится? Здесь все-таки с червовой дамой у него намерения очень серьезные. Очень переживает, печалится, волнуется. Любит ли она его, как раньше. Или разлюбила. Он об этом думает. Ну и все-таки хлопотый будет, скажет теплые, нежные слова. Будет очень переживать, будет очень серьезно себя вести с червовой дамой. Здесь я вижу, что у него очень серьезные намерения к червовой даме. И свое сердце он отдаст все-таки к червовой даме, девочки. Вот такой расклад. У кого такая ситуация, у кого резонирует. Пишите комментарии, ставьте лайки, ну и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. На этом все. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. До свидания, всем удачи.